Во что могут превратиться окрестности Харциска за три зимних месяца? Директор ландшафтно-рекреационного парка «Зуевский» уже сегодня хорошо представляет себе картину начала весны. В холодное время года Валерий Сидельников и его сподвижники вынуждены приостанавливать борьбу со стихийными свалками. Из года в год повторяется одно и то же. Мы сейчас в районе террикона шахты имени Ткачука, значит, северо-восточной части, куда практически зуевчане и жители поселка Горное вывозят этот мусор. Мы вот буквально весь октябрь боролись с этими отходами на Красной даче, это урочище между Зуевкой и Зугресом. А сейчас вот в этом месте, где вот за моей спиной уже появилась новая свалка, буквально, которая ей не больше десяти дней. Отслужившие свое шины, рубероид, ковролин, видимо, все, что не поместилось в мусорное ведро, аккуратный хозяин решил вывести за пределы своего подворья. Результаты его деятельности теперь украшают местный ландшафт. В двух десятках шагов еще один рукотворный объект – куча битого шифера. Дальше – больше – целая свалка бытового мусора. Валерию Сидельникову не раз удавалось установить авторов подобного безобразия и, как минимум, их пристыдить. В то же время директор ландшафтного парка отмечает, что уровень культуры туристов, отдыхающих в окрестностях Зуевки, за последние несколько лет заметно повысился. И на местах стоянок, и на популярных пешеходных тропах теперь редко, когда остается мусор. На задворках шахтного террикона все выглядит иначе. И это уже точно не туристический мусор, то есть не одноразовая посуда, бутылки, склянки и все прочее. Это же чисто бытовое. Отход за рубероиды, отходишь из шифера, всякая бытовая утварь, что-то только нет. Зуевские коммунальщики регулярно вывозят мусор на полигон ТБО. В целом улицы поселка выглядят аккуратно, хотя договоры с местным предприятием БИОН заключили лишь 50% жителей Зуевки. Люди, которые заключили договор с нами, оплачивают 52 рубля в месяц и 4 раза вывозится мусор. То есть по 6 ведер каждую неделю. Специализированные предприятия, они убирают любой мусор, вывозят, который люди заказывают. Но кому-то жалко платить. Мы сейчас в субботу-воскресенье работники парка, два инспектора и два помощника ходили по Зуевке, разносили уведомления о заключении договора на вывоз твердых бытовых отходов с БИОНом на договоры. Посмотрим, насколько это будет эффективна работа. Все, что не помещается в стандартное ведро или пакет, то есть крупногабаритный мусор, коммунальщики БИОНа тоже вывозят, но за отдельную плату. Бывало, что на одной улице объединялись несколько зуевчан и не нарушая никаких правил расставались со строительным хламом, старой домашней утварью, то есть всем, что уже никак не могло пригодиться в хозяйстве. У нас есть калькуляция по такому мусору. Люди оплачивают в банке, квитанцию приносят и мы вывозим. Такая услуга стоит 1945 по себестоимости. Это машина. А в машине это 5 тонн. Окрестности Харциска и Зуевки привлекают все больше туристов. Кто-то выбирает для путешествий пешеходные тропы, кто-то местный скалодром, кто-то предпочитает отдых у воды. Но все без исключения хотят видеть природу в ее первозданном виде. Без этого малопривлекательного обрамления, состоящего из отходов цивилизации. Редактор субтитров А.Семкин